Всем здарова, чуваки, с вами, как всегда, Кофе Ловур, и сегодня мы будем открывать кей... Ой, нет, какие кейсы, точнее, капсулы, ребята, да, в CS GO! Всем привет, друзья! То есть, как вы видите, буквально недавно, пару дней назад, вышли вот такие вот новые и очень даже красивые и необычные капсулы. Во-первых, не только капсулы с накликами, но и новые значки, ребята, да. То есть, как вы видите, у нас теперь есть вот такой вот небольшой вот наборчик, вот с такими вот значками. Они очень крутые, они очень красивые и, самое главное, они очень дорогие. И сама по себе капсулу, чтобы её открыть, ребята, стоит 1300 рублей. А у нас их сегодня 7 штук, то есть, вы понимаете, сколько денег я потратил. Также у нас сегодня будет, по-моему, сколько, 20 вот таких вот капсул уже с наклейками. Называются они Бестия Рекапсул, то есть, как я понимаю, перевод это как-то капсул какой-то бестии. Но, давайте, смотрите, я сейчас открою и покажу, что здесь какие-то драконы. Очень крутые наклейки, брата. То есть, мы видим, это реально необычно. Ну, давайте просто откроем на шару первую капсулу с наклейками и, надеюсь, что нам сегодня повезёт. Так, опа, дракон. Просто падает нам обычный дракон, ребята, да. Ну-ка, давайте посмотрим, как оно вообще выглядит. Сегодня у нас не будет никаких историй, потому что мне очень сильно захотелось открыть вот эти новые капсулы. Капсулу с наклейками, капсулу со значками. Поэтому, ребята, будем сегодня смотреть именно на это. Ну, а теперь я предлагаю открыть именно уже значки. Так, смотри-ка, блин, значки тоже реально... Там, кстати, красный что-то пролетел. Красный прилетел. Давай, оверпасс, оверпасс, оверпасс. Отлично, ребята, оверпасс это очень даже хорошо. Раз нам выпал такой прикольный значок, ребята, то я предлагаю пойти дальше открывать уже наклейки. Потому что вдруг же там нам тоже повезёт. А, кстати, мы забыли проверить, сколько это стоит. Давай посмотрим. Кстати, да, давай глянем. Мне кажется, стоит, ну, нормально, потому что новые, как бы, сейчас. О, 700 рублей, ребята, стоит этот значок. Причём он даже не розовый, а просто вот такого фиолетового качества. Блин, классно. Мне знаешь, какая, кстати, наклейка нравится? Третья с конца. Третья с конца. Вот это, да? Да. Блин, ну она реально очень круто. Воу-воу-воу-воу-воу. Смотри, нам какой-то мантикор. Ну-ка, подожди. Ё-моё, это чё вообще за драконище такое? Ну-ка, ребята, мне реально очень интересно, сколько стоят вот эти новые наклейки, тем более голографические. 118 рублей. Ну, мы, конечно, уходим в минус, потому что один, пока одна такая капсула стоит 250. Но, блин, всё равно очень даже прикольно. Хотя бы не синева падает, это уже радует. Да, нет, хотя бы реально не синева. Ну, стой, стой, стой. Ой, давай такую, блин. Ай, нет. Ну, кстати, Пегасос нам падает. Это прям как в ГТАшке, ребята, Пегасос, да? Да. Пегас нам выпало. Ну, тоже прикольно. На самом деле, знаешь, вот какую бы мы наклейку не выбили из этих капсул, они все смотрятся очень круто. Да, реально очень красиво. Поэтому будем собирать пока что коллекцию. Так, и вот сейчас, ну-ка, интересно, что же выпадет нам. Значок, браво. Браво. Блин, это самый невезучий мой кейс. Да, это мой самый любимый, но самый невезучий кейс. Ну, кстати, выглядит он даже так неплохо. И стоит, давай посмотрим, сколько он стоит, ребята. Надеюсь, что дорого. Давай, 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 давай. 700 рублей. Слушай, вообще неплохо, учитывая, что это вообще синяй значок, ребята. Мне кажется, вот красные, они вообще, наверное, дорогие. Смотри, как вот здесь вот отображаются классно, особенно вот этот, браво, да. Ну, реально, вот ножик, вот этот, ребята, меч, очень круто смотрится. Так, нам уже падает та наклейка, которая нам выпала, только не голографическая. Но будем пока что открутить дальше эти наклейки. Поехали. Там что-то пролетело такое прикольное. А, снова ты. А, нет, смотри, дракон. Ну, тоже снова. Да, тоже снова. Поэтому, блин, хочу чего-нибудь красное, хочу чего-нибудь тайное. Или розовое там, не знаю, но было бы круто, на самом деле. Багаж. Такое нам не падало, да? Вот такое, мне кажется, очень дешево будет стоить, потому что, как бы, коллекция, я не помню, на самом деле, что в нем лежит, что в ней хранится. Но не думаю, что она будет дорогой. Потому что эта коллекция не так востребована, как, например, браво. Ну да. 261 рублей, да. Ну, как я и говорил. Ладно, будем открывать капсулу дальше. Ребята, я бы с удовольствием открыл бы побольше капсул. Но, сами понимаете, что они дорогие. И, блин, уже вот эта наклейка, честно говоря, достала. Она уже с прекрасным выпала до сегодня. Блин, вообще надоело уже, да. Я бы реально пооткрыл только капсулу. Их было бы очень много, ребята, но они очень дорого стоят. Поэтому, как бы, сегодня их у нас всего лишь 7 штук. Ну, даже 7 штук у нас обошлись примерно 8 тысяч рублей, если не больше. Очень дорого, реально, вот очень-очень дорого. Блин, опять дракон? Третий раз уже? Реально, ребята, что такое вот на этих драконах, я не знаю. Ну, давай, красная. Ой, стой, ну-ка. Вот, кстати, новая. Но, смотри, обычная, обычная, да. Была бы она вот такая вот прям прикольного качества, да. То есть, какая-то металлическая, да. Это было бы прям реально классно. Ну-ка. Все-таки хочется посмотреть на какие-нибудь прям реально редкие наклейки, которые вот очень редко будут. Ну, смотри, такой у нас тоже еще не было. Но я не думаю, ребята, что вот эти все синие наклейки, они дорого стоят. Я думаю, что не стоит, ну, в районе, наверное, сотки, да. То есть, как бы, ну, не более, ну, сто-сто пятьдесят максимум. Вот. Поэтому, как бы... Но выглядят все круто. Да, выглядят они все круто. Поэтому пока что мы не будем смотреть их цену. И будем открывать... Ну, стой, ну, хотя... О, кстати, тоже новая. О, это тоже новая такая. Э, хиппо-кэмп. То есть, смотри, тоже что-то похоже у нас на этого, на пегасуса, да. Только... А, смотри, это что-то типа русалки, какой-то рыбы, да. То есть, это какой-то водяной у нас конь такой. Морской конек, типа, может... Ну, возможно, кстати, да, да. Блин, ну, классно, слушай. Ну, давай, ну же. Давай, ну вот, по-предскому. О, смотри. Реально. А вот это даже мне вот больше нравится. Феникс, сереборн, феникс какой-то. Ну, вот этот мне больше всех... А, кстати, смотри, вот этот, мне кажется, даже подороже. Вот этот, ребята, я посмотрю, сколько он стоит. Ну-ка. Офигеть, ну-ка. А прикинь, голографическая была. Сто... Да, сто рублей, почему сто рублей? Мне кажется, вот такая голографическая будет стоить очень приличных денег даже. Да. Ну, ладно, мы еще не унываем, потому что впереди нас ожидает еще много таких капсул. Блин, снова дракон. Так, теперь давай откроем значок. Где у нас? Сколько у нас так стало? Четыре штучки, да? Блин, маловато. Мы их сегодня специально открыли семь, потому что, как бы, семь, типа, счастливое число. Все дела. О, браво. Ну, мы знаем, сколько браво, ребята, стоит. Да, и неплохо. 700 рубликов к нам в копилочку. Так, откроем следующую капсулу с наклейками. И смотрим. А видишь, да, Феникс, получается, она самая последняя идет в коллекции. Да, и, наверное, самая дорогая здесь, как мне кажется, да. Но она реально очень крутая. Она очень красиво смотрится, тем более, она, знаешь, такая прям позолоченная. И, мне кажется, если ее наклеить на какое-нибудь оружие, такого же примерно цвета, да, или похожего хотя бы, да, цветовой гаммы, то очень будет смотреться прилично. Ну да, да, согласен, согласен. И, давай, давай, давай. Опять они, опять они. Ну, блин, нам бы такую только вот металлическую, понимаете? Так, давайте теперь капсулу. Давай, гейм, пожалуйста. Ну, гейм, пожалуйста. Браво снова. Нет, нет, только не багаж. А, блин. Багаж, ну, ё-моё, не люблю вот эту уже коллекцию, ребята, сам по себе, потому что, блин, там нифига хорошего не падает. Ладно, ладно, ладно. Будем открывать и... О, стой. А, это нам уже падало. Такая была уже, да. Нам уже такая падала, да. Блин, надо чего это новенькое такое прям прикольно дорогое, которое еще сегодня не падало. И... Нет. Нет, тоже падало. Блин, сколько их нужно открыть, чтобы нам реально что-то стоящее выпало? Так. Вот сейчас, мне кажется, вот сейчас выпадет, братан. Что-то мне подсказывает. Я прям не знаю. О, стой! Ой! Дима, ты чё? Так, ребята, нам выпал хромированный значок. Это тайный значок. Сколько он стоит? Я же сказал. Как? Как ты заванговал это? Две семьсот. Так, ребята, мы уходим в плюс. Мы уходим в плюс, и мне это нравится. Так, Дима, вангу еще? Я просто вангу, братан. Вот сейчас чё-то не чувствую особо, вот реально. Вот не чувствую. Ну, ясно. Сказал бы хотя бы, что чувствуешь, а вот могу подыграть? Вот сейчас чувствую, реально, вот прям сейчас вот тоже чувствую. Прям аура такая хорошая из этого кейса. Смотри, серьезно, да. Нет, нет. Чё-то всё, знаешь, у тебя одноразовая как-то, я не знаю, работает. Не, ну, ты же, даже здесь значок прикольно смотрится. Но всё-таки больше всех мне пока что нравится вот этот значок Браво. Так, кстати, если бы он был красный, это было бы справедливо, на самом деле. Вот, если бы он был красного такого качества. И... Всё, это, походу, у нас, ребята, последняя наклейка, из которой нам падает просто вот такая вот обычная наклеечка. Но у нас остаётся ещё одна капсула, которую мы оставили напоследок. И давайте же посмотрим, что нам сейчас выпадет. Дима. Так, ну-ка. Неплохо, братан. Такой у нас на такого значка у нас ещё не было. Ну, я, кстати, не знаю, стоит ли он дорого-недорого, потому что коллекция сама по себе редкая. Там я знаю, что есть такая пушка МП-7 Мгла, которая стоит очень даже дорогих... Нет, 500 рублей. 500 рублей. 500 рублей. Ну, даже вот то же самое Браво стоило дороже, ребята. Но сегодня реально нам повезло. Как-никак, мы выбили тайный, просто вот этот значок. Это очень круто. Ну, а теперь мы собираемся идти открывать кейсы дальше. Ну, что ж, дорогие зрители, сегодня мы будем открывать кейсы на сайте ksgohappy.ru. И, вы знаете, каждый раз, когда мы сюда заходим, нас реально удивляет этот сайт. То какие-то акции, то какие-то новые кейсы. И, знаете, угадайте просто, что сегодня вы 100% не угадаете. Сегодня мы будем открывать какие-то новые покемон-кейсы. Хо-хо-хо-хо. То есть, блин, ребята, это снова, смотрите, обновились, получается, эксклюзивные кейсы. Если раньше были, по-моему, там, Happy Lux, Happy Light, то сейчас просто какие-то покемон-кейсы. Смотрите, Ghost-кейс, Pokemon-кейс и Pikachu-кейс. И, знаете, мне реально не терпится уже попробовать их... О-о-о-о. Так, ребята, мне нравится уже новое оформление. Оно реально крутое. Ну-ка, смотрите, и что нам падает. Блин, к нему нужно привыкнуть. К нему нужно реально привыкнуть. И нам падает, походу, Save It Off Factory News за 13 рублей. Ну, слушай, так даже не угадаешь, что тебе выпадет-то, да? Да, кстати, да. Вообще, до последнего ты можешь не понимать, что выпадет-то в итоге. Так, как выйти отсюда? А, смотри, тут даже написано... Ну, да, как, в принципе, везде написано, что нам может выпасть, да, отсюда. Так, звук давайте включим. И как нам выйти? Подожди, обратно. А вон там Happy написано сверху. Можешь туда нажать, вернуться? А, вот, всё, да, вернуться. Всё, братан, спасибо. О-о-о, прикольно. О-о-о, а здесь, смотри, как-то поприятнее всё это дело выглядит. Слушайте, новые звуки. Мне нравится, как вот это новое получается, что-то типа рулетка, да? Так, а почему наполовине или не наполовине? Пять, четыре... Так, три... Я даже не понимаю, ребят, отсюда нам сейчас реально будет падать отсюда, но я сначала хочу открыть все эти покемон-кейсы. Так, это мы тоже продаём, потому что нам это не нужно. Ну-ка, давайте попробуем открыть Пикачу-кейс. Пикачу-кейс. Это, да, самый дорогой покемон-кейс. Ну, отсюда, сколько тут, мног же и много. Но самый дорогой, это вот этот дуплер, как я понимаю, да? Да. Ну, давай попробуем. Давай, поехали. Опа, крутится, блин, так прикольно крутится, на самом деле. Да, реально классно. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. И там ножи пролетели. Так, и в итоге ножик. И... Ага, нет. И серьезно, все, мы получаем. Блин, давай еще раз попробуем. Просто вот так вот по порядку их будем открывать. Давай, 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 давай. Должно же повезти в новых кейсах. Не, ну вот мне нравится вот эта новая форм-линия. По крайней мере, это уже что-то реально такое новое. Хоть уже глаза будут привыкать к нечто другому. Но пока что-то нам особо не везет. Потому что падает П-250, который стоит 13 рублей. Даже меньше. Даже 9, блин. Ё-моё, поехали. Так, теперь покемон. Так просто кейс называется. Давай, давай, давай. Нам нужно что-то крутое. Нам нужно что-то дорогое. И мы получаем. Давай, давай, ножик какой-нибудь. Вообще было бы круто. Или АВП-шку. И что, все? Грин Эппл. Реально? Мне еще знаю, что нравится. Там в серединке получается за вот этой пушкой нашей, которую мы получили. Ага. А, М-ка, вой. Как бы, ну не идет то самое сочетание. Как бы, М-ка, вой и вот эта пушка. А, да, да. Сколько туда? Ладно. Давайте, ребята, еще раз откроем просто Пикачу кейс. И посмотрим, что нам сейчас выпадет просто из него. Так. Ну же, ну же, ну же. Давай, давай, давай. Ну сколько раз мы должны эти кейсы просто открыть-то покемонские, чтобы нам выпало... О, стой, стой. О, калаш, все, выпадет. Как минимум в эры, сколько он стоит? 708 рублей. Ну, кстати, ребята, знаете, что? Вот это давайте мы заберем. И знаете, что? Мы скажем, смотрите, мы открыли все вот эти кейсы и... Ну, по два раза, да? Мы ушли, по-моему, в плюс, потому что 200, 400, 4... Нет, мы ушли в минус, но немножко, как бы, да. Но, ребят, почти ее купили, это очень даже хорошо. Так, теперь я предлагаю нам открыть... Ну, сколько у нас осталось денег на балансе? У нас осталось 2100 рублей. И я предлагаю пойти нам открывать просто тайны. Давай, поехали. А, тут все изменили, да? Здесь уже поинтереснее, смотри. Ну да, тут, конечно. К нам еще начисляется какой-то опыт. Я не знаю, ребята, что нам будет давать этот опыт, но пока что-то не особо нам везет. Возможно, за опыт будут давать какие-то бонусы, там, какие-нибудь новые предметы вам будут давать. Поэтому прикольно сделано, прикольно. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ясно. Это просто Мак-10 неоновый гонщик. Ну, вы серьезно, что ли? Так, давай еще раз откроем. Просто, ребята, будем вот так вот их добивать, потому что, блин, я реально хочу что-нибудь выбить крутое из тайного. Пока не выбью, не успокоюсь. И ножик... Да, 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 стой, стой, да! Отлично! АВП удар в Моуни, ребята, 3-100! Прямо с завода. Давай еще раз. Офигеть, забираем домой. Давай еще раз. Ой, везет уже, пошло, 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 неплохо. Так, подожди, а знаешь, чем мне вот неинтересно сейчас? Сколько у нас осталось денег на балансе? Потому что я к тому очень много раз открыл тайный оружейный кейс, как бы, блин, все, нет, тайны. Получается, Мак-10 неоновый гонщик нам выпал. Ну-ка, подожди. Сколько у нас денег осталось на балансе? Так. А, 947 рублей, неплохо. Давай тогда будем еще открывать засекреченное. Поехали. А тут, смотри, зеленое, да? А тут зелененькое, да, разные цвета такие. Засекреченное это розовый цвет, но а тут он зеленый. И... Галилэка, нет, Галилэка. Ладно, давайте просто будем избавляться от этих пушек. Вот так вот просто закрываем. Сразу давайте еще раз засекреченное. Опять же я не успокоюсь, пока не выбью что-нибудь крутое из... Кстати, ты видел там почему-то что-то красное пролетело? Да? Не, я как-то не обратил внимания. Кстати, а почему здесь вот этот калаш? Он же не относится к засекреченным. Что за фигня? Так, будем открывать следующий кейс. О, он, да, красное что-то пролетает. Ну, вот о чем я и говорю. То есть есть какое-то такое несовпадение маленькое. Походу снова Галилэка. Ну, снова ты. Да, блин, а как ты, блин, прям прочитал? Короче, ладно, я думаю, что можно... Не, я просто видел, что их там очень много. А, я понял, понял, понял. Давайте теперь, ребят, откроем просто в последний раз. Если уж тут не повезет, то будем уже смотреть дальше, что будем открывать. Потому что чувство, что если мы в таком темпе будем их открывать, то как-то все, весь баланс мы быстренько сольем. Пайп сэмом, ну блин. Ясно, просто ясно, понятно. Хорошо, давайте вернемся на сайт и на нашем балансе... Лооо, 162 рубля. Давай откроем просто напоследно какой-нибудь... А вот, кстати, вот эти хэппи лайт, хэппи люкс. А, они остались. Давай, наверное, хэппи лайт просто разок откроем, ребята. И я думаю, что на этом можно будет уже заканчивать. Он такой весь разноцветный, знаешь, кушки пролетают такие разные все. Ну чё, там походу МК Нитро. И там коллаж дальше. Нет, это МК Нитро. МК Нитро, ребята, после полевых испытаний 67 рублей. Ну чё, мы сегодня, в принципе, неплохо так укупились, потому что когда мы заходили на сайт, на нашем балансе была сумма 2900 рублей. Мы выбили АВП за 300 и ещё коллаж за 700 рублей. То есть мы ушли в плюс, ушли в плюс где-то мы на 800 рублей. И меня это радует. Ну а надеюсь, ребята, вам понравилась эта серия. Вы поставили лайк, подписались абсолютно на все наши каналы. Ну а также поставили просто такой жирненький, жирненький лайк. Ну а на этом сегодня всё. С вами были, как всегда, Кофе Овер. Всем пока-пока. Всем пока, друзья.